МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Динер. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 2,5 миллиона в казну Белокурихи за месяц в крае подвели первые итоги работы курортного сбора. Своя ноша не тянет. В Барнауле пройдет чемпионат по переносу жен. Начнем с происшествия в Барнауле. Сегодня в краевой столице случился дорожный конфликт, который закончился стрельбой. Момент. ЧП был заснят на камеру видеорегистратора. Один из автомобилистов спровоцировал ДТП, но вместо того, чтобы вызвать сотрудников патрульной службы, обидчик и его пассажиры взялись за биты. Обороняясь, водитель Лексуса совершил несколько выстрелов, после чего на большой скорости скрылся с места происшествия. Кто на самом деле виноват в аварии, предстоит выяснить сотрудникам полиции. Больничные в электронном виде за год эксперимента оформили меньше 10 тысяч жителей края. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили сотрудники регионального отделения фонда соцстрахования. Компьютерный вариант бланка о временной нетрудоспособности в крае начали тестировать в июле 2017-го. За год систему освоили четверть организаций края. Жителям региона выдали чуть более 8,5 тысяч новых больничных. С помощью электронной базы данных работодатели могут моментально проверить информацию о нетрудоспособном. При этом диагноз больного, отмечают сотрудники ТФОМСа, остается конфиденциальным. В крае оформить электронный бланк могут 116 из 200 медицинских учреждений, но только с письменного согласия пациента. Отметим, с июля этого года новая система оформления больничных действует по всей стране. Бланк нетрудоспособности – это бланк строгой отчетности. Раньше он должен в обязательном порядке не помять, не порвать, а предоставить его работодателю. Сегодня работодателю он говорит только цифры электронного леска нетрудоспособности. Принцип одного окна заработает и для бизнесменов края. В регионе создают Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства. Он объединит целый ряд организаций, куда стартаперам прежде нужно было обращаться за справками и консультациями. Поддержке малых и средних форм бизнеса сегодня посвятили заседание правительства Алтайского края. Сервисную модель оказания поддержки малым и средним предпринимателям презентовали исполнительной власти, главам городов и представителям общественных организаций. Ее онлайн-платформа появится в августе. На полную реализацию проекта отдано три года. Еще одно новшество – в трех банках края в особом режиме будут оказывать порядка 70 услуг. В поддержку бизнесменов выступят и люди, наделенные специальным статусом. Создают целый институт бизнес-гидов по одному в муниципалитете. Их задача – круглосуточно курировать предпринимателей, то есть помогать решать любые вопросы. Кроме того, в трех крупных городах уже отведены участки под особые промышленные зоны, чтобы решить проблемы в технологической инфраструктуре. Это гринфилды, так называемый участок земли, на котором в настоящее время ничего нет. За счет федерального финансирования и регионального будет создаваться инфраструктура. То есть все необходимые коммунальные сети, включая дороги. Бизнес на этих площадках должен будет открывать новые производства. В Барнауле и Новоалтайске эти участки, возможно, отдадут под предприятие машиностроения, а в Бийске – под обрабатывающее производство. Сейчас на Алтае зарегистрировано больше 80 тысяч малых и средних предпринимателей. Пожар на заводе алюминиевого литья в Барнауле возник из-за неосторожной работы с болгаркой. Искры от инструмента упали на промасленную ветошь, из-за чего и возникло возгорание. Предварительной причиной ЧП МЧС называет неосторожное обращение с огнем. Задымленность на территории завода фактически сразу за вахтой. За ограду спешно проезжает машина оперштаба. Это было во вторник, но уже на следующий день завод работал в привычном режиме. Сообщение о пожаре в производственном цехе завода алюминиевого литья поступило в 14 часов 49 минут. В результате пожара от огня пострадали стены и вентиляционный канал на площади 15 квадратных метров. В 15 часов 53 минуты горение было полностью ликвидировано. В ликвидации пожара от МЧС России было задействовано 21 человек личного состава, 6 единиц техники. Владелец завода Андрей Загарин пояснил нашему каналу, что пожар возник от искры болгарки. Она упала на тряпку, пропитанную маслом. Такую неосторожность руководитель объясняет недостатком опыта и образования сотрудников, в частности, разнорабочих. Уровень рабочих невысокий. И к каждому разнорабочему нельзя приставить руководителя. А опыта у ребят маловато. Поднабираются потихоньку, но это все долго будет. По мнению руководителя, ситуация с возгоранием, к сожалению, рядовая. Но последствий у таких историй, как правило, нет. Так как на заводе алюминиевого литья и гореть нечему. Вот и сейчас ущерба никакого, пострадавших нет. Будет ли проводиться проверка на соблюдение техники безопасности на предприятии, пока неизвестно. Кстати, это уже второе ЧП на заводе за неделю. 30 июня трое рабочих, граждан Таджикистана, сорвались с 15-метровой высоты. Все погибли. По этому факту, сейчас заведено уголовное дело. Также ведет проверку госинспекция по труду. Андрей Загарин объясняет, что, прячась от дождя, сотрудники встали на сетку, предназначенную для защиты помещения цеха от случайно разбитых стекол. Вес троих человек сетка не выдержала. Усугубляет ситуацию и то, что работали мужчины в нерабочее время и без страховки. Руководство завода приняло решение выплатить семье погибшим компенсацию и оплатить транспортировку тел на родину умерших. Анастасия Дороган, Павел Лауронин. Наши новости. Бесплатные курсы программирования смогут пройти школьники Барнаула 8-9 классов. В октябре этого года стартует образовательный проект «Яндекс.Лицей». Обучающая программа рассчитана на два года. Прием заявок начнется с 30 августа. Чтобы попасть на курсы, необходимо пройти онлайн-тестирование. Список приблизительных вопросов есть на сайте организаторов. Лицей будет работать на базе госуниверситета. Занятия начнутся 1 октября. Проект стартовал в 2016 году. Сейчас в нем участвует более 20 городов России, в том числе и Барнаул. Напомним, обучение на курсах программирования бесплатное. 2,5 миллиона рублей пойдет на развитие Белокурихи. Собрали эту сумму в рамках курортного сбора за первый месяц работы эксперимента. Его предварительные итоги сегодня озвучили в рамках пресс-конференции. В управлении по туризму сообщили, в крае закон еще адаптируется, но туристы уже охотно вносят ежесуточную плату. Так ли это, пыталась разобраться Ирина Корчагина. 30 рублей в сутки, маленькая плата и большая лепта в инфраструктуру туристической зоны. Новые урны, скамейки, пешеходные зоны. Закон о курортном сборе должен сделать отдых в край еще комфортнее. Те же городские леса, та же приведение в порядок реки, набережной. То есть вот эта часть, это можно уже сейчас начать делать, и будет уже отдыхающим видно, на что тратится курортный сбор. Курортный сбор освобожден от налогов. За май он принес бюджету Белокурихи 1,7 млн рублей. За июнь около 2,5 млн. Пока не везде получается платить безналичным расчетом. Деньги взимают в отелях, гостиницах, санаториях. Если отдыхающий отказывается платить, его не имеют права не заселить. Но в таком случае придется заплатить штраф от 500 рублей до 2 тысяч. Руководители санаториев должны направить жалобу. Правда, кому и куда, на этот вопрос не смог ответить ни один из пяти спикеров. У нас же это эксперимент, у нас тут не все доработано. У нас в конкретном городе Белокурихи еще не введен перечень должностных лиц, которые имеют право составлять такой протокол. Эксперимент в крае еще не доработан, но туристы уже платят. По словам владельцев гостиниц, охотно. За май всего лишь три отказа. За июнь ни одного. Большинство людей платят. Сильно каких-то претензий не предъявляют. Все больше людей более позитивно настроены на это предприятие. А вот мнение барнаульцев. Тех, кто в перспективе может стать гостем города-курорта. Когда у меня отбирают, я никогда не доволен. Поэтому, я считаю, безобразие. Если приехал с Москвы, то для него эти 30 рублей погода не сыграет. Я считаю, на первое время можно было бы не брать для Алкайского края, а брать те регионы, у которых кошелек потолще. Кстати, на детей курортный сбор не распространяется. Также не придется платить и за первый день пребывания на отдыхе. До конца 2018 года собирать продолжат по 30 рублей. С 2019-го – 50. Специалисты говорят, нужно время, чтобы дать закону разогнаться. Может, потом и платить отдыхающие будут более охотно, когда поймут за что. Пока такое понимание есть далеко не у каждого. Ирина Корчегина, Павел Лаурнин. Наши новости. Самый русский, американец. Легендарный Джефф Монсон готов провести целую серию боев на Алтае. Этими турнирами наш соотечественник, у него есть российское гражданство, планирует повысить интерес в регионе к смешанным единоборствам. Здравствуйте. О планах Джефф поделился с краевыми журналистами во время пресс-конференции, которая состояла в стенах холдинга «Сибирская медиагруппа». Несмотря на плотный график визита в Барнаул, «Снеговик», как его называют поклонники, все же нашел время на общение с прессой. Итак, первый бой запланирован на 11 августа. Международный поединок анонсирован под открытым небом на территории Алтай-Пелос. В главном бою вечера за звание чемпиона поспорят представители России и Бразилии. Мне очень нравится ваш регион. Алтай очень красивый. Мне он напоминает мой родной дом. Природа, воздух. Мне здесь очень нравится. Природа очень по душе. И здесь я увидел много красивых девушек. Особенно сейчас. Сразу же после визита в «Сибирскую медиагруппу» Джефф отправился в спортивный манеж «Темп». Эти минуты боец наверняка показывает всем желающим, как освоить его коронный прием «Север-Юг». После мастер-класса запланирован автограф-сессии футбольный матч, в котором Монсен сыграет в одной команде вместе с трудными подростками. Совсем немного времени осталось до судьбоносного матча сборной России против команды Хорватии. Он состоится в час ночи, 8 июля. Мы решили узнать, на что готовы барнаульцы, если наши футболисты вновь одержат победу. Я жене тогда помою полы в доме. В дом один раз? Всего? Ну, неделю буду мыть полы. Я пойду в магистратуру. Ну, пронесу свою девушку от Сумы до речного вокзала на руках. А мороженое любишь? Угу. А давай пообещай, что если наша сборная победит, ты не будешь до конца года есть мороженое. Обещаю. Я тогда достану свой карнавальный костюм божьей коровки и станцую джику на новом мосту. 9 июля я объявляю в случае победы, я объявляю вход в барнаульский зоопарк бесплатно. Здорово. Необычный чемпионат по переносу жен пройдет в это воскресенье в барнаульском парке «Лесная сказка». В этом году главный приз – смартфон. Предварительная регистрация уже началась. Участие в забеге бесплатное. Семейным парам предстоит преодолеть дистанцию в 25 метров. На пути будут встречаться всевозможные препятствия. Организаторы советуют слабым мужчинам в забеге не участвовать, только выносливым. Ведь за потерю ноши будут начислены штрафные секунды. Главное условие чемпионата – женщина по весу должна быть не менее 49 килограммов. На старте будут установлены контрольные весы. Но победит тот, кто в целости и сохранности доставит свою жену до финиша. Здесь уже нет ограничений. То есть на плечах нести, либо просто на руках. Либо кверх тормашками. То есть это уже как пары сделают оригинальней. Победителей будут определять в нескольких номинациях. Например, выберут самую забавную или самую нарядную пару. Предварительная регистрация уже началась. И записаться можно по телефону, который вы сейчас видите на экране. И в завершение выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». У меня на сегодня все новости. Хорошего вам настроения и до встречи. Ежегодно налогоплательщики, физические лица, получают уведомления по имущественным налогам. Налоговые уведомления приходят заказными письмами, и для их получения нужно сходить на почту. Но есть более простой способ – получить уведомления онлайн, не выходя из дома, в своем личном кабинете на портале налог.ру. Вот так сейчас выглядит налоговое уведомление. В нем отражаются суммы налогов, которые вы должны оплатить. Транспортный налог, земельный налог и налог на имущество отражаются в соответствующих разделах налогового уведомления в зависимости от имеющихся у вас объектов владения. В уведомлении указаны характеристики объектов – марка автомобиля и его регистрационный номер, кадастровый или при его отсутствии условный номер объекта недвижимости, земельного участка, иная информация о жилье, строениях, участках, транспорте, а также необходимые для расчета данные – налоговая база, ставка, срок владения и при наличии льготы. Обратите внимание, что для дорогих автомобилей с налогового периода 2014 года введен повышающий коэффициент. Для других объектов также могут использоваться различные коэффициенты для расчета налога. Размер этих коэффициентов регулируется действующим налоговым законодательством. Налог на имущество физических лиц в зависимости от правил расчета в вашем регионе может рассчитываться исходя из инвентаризационной стоимости или исходя из кадастровой стоимости. Рядом с размером налоговой базы будет указан вид стоимости. Буква «И» – инвентаризационная стоимость или «К» – кадастровая стоимость. Слева указан налоговый период, за который исчислен налог. Итоговая сумма налога состоит из суммы за прошлый год и при наличии перерасчета за два предыдущих года. При наличии уплаты налога за предыдущие годы переплата указывается в конце раздела и вычитается из суммы исчисленного в данном налоговом уведомлении налога. Если вы не своевременно представили документы на льготу по налогу, то в уведомлении будет отображен перерасчет налога, но не более чем за три предыдущих года. Однако, если вы полностью освобождены от уплаты налогов по всем имеющимся у вас объектам, то инспекцией будет выполнен перерасчет. Новое налоговое уведомление не будет формироваться и направляться в ваш адрес. Сведения об учете льготы при исчислении налога будут доведены инспекцией в ответе на ваше обращение о предоставлении льготы. Получили уведомление? Проверьте его внимательно и оплатите до срока, который указан в налоговом уведомлении. Оплатить вы можете в личном кабинете или с помощью сервисов сайта налог.ру или при предъявлении в банк платежного документа, прилагаемого к уведомлению. Проверяйте и оплачивайте свои налоги на портале налог.ру. Это просто, удобно и быстро. Весь мир театр, но далеко не каждый в нем актер. А так порой хочется. Сегодня мы начинаем серию сюжета в рамках «Девяти жизни», где будем постигать азы актерского мастерства вместе с другими участниками одного театрального проекта. И для начала поучимся правильно впадать в детство. Обычные люди, бизнесмены, учителя, директора. Задача всем вместе создать один большой спектакль. Причем за кратчайший срок, два месяца. Хм, получится ли? Да это супер на самом деле. Это как раз момент неожиданности и азарта, что ли. И как раз за два месяца лучше получится работа, чем за год. Серьезно. Начинается это так. А продолжается вот так. Мы все в каком-то роде предприниматели или собственники каких-то бизнесов. И наша основная жизнь строится на том, что мы приезжаем в офис, находимся в офисе. Всегда мы такие строгие. Но на самом деле, наверное, нам не хватает капельку какого-то детства. Это со всеми актерами так делают или только над нами так? Делают подобные вещи со всеми. Актерами, ну как актерами, с теми, кто начинает свое обучение профессиональное в артисты. Первое, что делается с пришедшими людьми, это попытка освободить их от рамок зажатых. Потому что в обществе у нас существуют какие-то определенные нормы поведения, в которых мы предыдуем существовать и играть в них. А вот чтобы нам играть, например, другого человека, нужно быть самому очень свободным. Чтобы твой аппарат подчинялся тебе, его нужно наскрепостить. Назвать это можно эмоциональной разминкой. И особых правил здесь нет. Разогретыми мы приступаем к читкам пьес, репетициям, разбору характеров. Так что самое интересное еще впереди.